8 утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Светлана Шаганова, а Руслан Коркмазов занят ремонтом квартиры. Но к этому эфиру он подготовил то, что бодрит лучше, чем самый ароматный, самый крепкий кофе. Начинаем, поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что этим ранним утром может бодрить сильнее кофе? Руслан Коркмазов считает, что криминальная хроника – это настоящий бодрящий эфир. Лучше, чем кофе. Преступления чаще происходят из-за беспечности жертв. Вот надо посмотреть и узнать, что и с кем случилось, чтобы избежать опасности. Итак, криминальная хроника вместо кофе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следственное управление СК России по КЧР объявило в федеральный розыск 34-летнего Бурлакова Ахмата Исламовича. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство. По данным следствия, 27 мая 2021 года на территории автомобильной стоянки, расположенной в селе Учкикен, между тремя мужчинами произошла ссора на бытовой почве. В результате конфликта подозреваемый из-за неприязненных отношений к двум местным жителям причинил им ранение из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Один из раненых скончался в больнице, второй госпитализирован. Уголовный розыск отдела МВД России по Малакарачаевскому району обращается с просьбой. Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения Ахмата Бурлакова, обратиться по телефону 8-878-77-2-70-33, 8-999-490-32-11, либо в любое подразделение полиции по 02, по мобильной связи 102. Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство 38-летнего жителя станицы Зеленчукская. О том, что он уехал 11 мая на автомашине и не вернулся, в полицию спустя три дня сообщила его мать. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело пропавшего с признаками насильственной смерти закопанным в подвале одного из частных домовладений станицы. По подозрению в совершении убийства задержан хозяин дома, 36-летний мужчина. Он дал признательные показания. Орудие преступления, нож, изъят. По данным следствия, причиной убийства стал бытовой конфликт. Расследование уголовного дела продолжается. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота табачной продукции. Сотрудникам полиции поступила информация, что 31-летний житель Черкеска торгует табачной продукцией без специальных марок акцизного сбора. В ходе ее проверки сведения подтвердились. В частном домовладении подозреваемого и в принадлежащем ему магазине были обнаружены и изъяты более 63 тысяч пачек сигарет, жевательного табака и курительных смесей общей стоимостью около 2 миллионов 300 тысяч рублей. Продукция была признана экспертизой, не соответствующей требованиям российского законодательства. Следственный отдел отдела МВД России по городу Черкесску в отношении данного гражданина возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские в Черкесске задержали мужчину, который из огнестрельного оружия ранил работника коммунальной службы. Конфликт произошел из-за того, что подозреваемый высказал недовольство работой коммунальщиков на улице Киевской, где он проживает. После словесной перепалки с одним из рабочих мужчина пошел домой, взял зарегистрированное на себя охотничье ружье и вернулся к месту, где работала аварийная служба. В ходе дальнейшего разбирательства в салоне служебной газели коммунальщиков недовольный абонент выстрелил из принесенного им оружия. Пуля попала в голень его оппонента. Раненый был госпитализирован, а подозреваемого задержали прибывшие сотрудники полиции. Проводится проверка. Прокуратура республики настояла на том, что бывших чиновников администрации Прикубанского района, похитивших из бюджета 86 миллионов рублей, приговорили к реальным срокам лишения свободы. Обвинение, посчитав наказание слишком мягким, обжаловало постановление Прикубанского районного суда, который подсудимых приговорил к условным срокам. Верховный суд Карачаева-Черкесии согласился с доводами прокуратуры и назначил новое наказание троим из пятерых фигурантов уголовного дела от двух до четырех лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Преступление совершалось на протяжении с 2011 по 2013 годы. В обвинительном приговоре утверждается, что план хищения бюджетных денег разработало лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Соучастниками преступления стали бывшие уже начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Прикубанского района и его подчиненные. Они, используя свое служебное положение, завышали в ведомостях суммы на получение субсидий по компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг жителям Прикубанского района. Подложные документы направлялись в Министерство труда и соцразвития КЧР для начисления денег. Излишне приписанные суммы изымались, половина нелегальных денег уходила организатору, остальные деньги делили участники группы. Прикубанского района есть конфиденциальная информация. Именно за ней охотятся мошенники. Особо секретной является так называемый CVV-код. Три цифры на обратной стороне карты. Если вам пришло сообщение, карта заблокирована, для разблокировки сообщите ее реквизиты, это мошенники. Разблокировать карту можно только в офисе банка. Если вам пришел цифровой код и незнакомый человек просит назвать его, это мошенники. Код нужен ему, чтобы снять деньги с вашей карты. Если под предлогом перевода кто-то просит вас сообщить пин-код или CVV-код, размещенный на обратной стороне банковской карты, это мошенники. Пин-код карты не должен знать никто, кроме вас, даже сотрудник банка. Если вам сообщили, что вы стали победителем лотереи и просят указать реквизиты карты для получения выигрыша, это мошенники. Запомните, настоящий сотрудник банка никогда не спросит. Номер банковской карты, CVV-код, кин-код, одноразовый пароль из СМС. Кстати, мошенники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. Что делать? Не вступайте в переговоры с неизвестным. Положите трубку. Позвоните по номеру банка, который указан на обратной стороне вашей кредитной карты. Расскажите о случившемся. А сейчас мы покажем детей, которым предлагают зарплату больше, чем министрам. И это реальность в нашей Карачаево-Черкесии. Руслан Коркмазов встретился с ребятами, которые получили очень полезную профессию. Переносимся в колледж индустрии питания, туризма и сервиса. Сегодня у этих юных девушек и парней начинается взрослая жизнь. Они выучились, сдают экзамены и дали на работу. И зарплаты им предлагают высокие. И на такую работу Блад не нужен. Объявления просто висят на стене. Семен, вот объявление. Нужны пекари 43 тысячи рублей, кондитеры 38. Скажите, пожалуйста, это реальное объявление? Это все реально. Такие суммы получают. И вот вы сегодня выпускник. Скажите, пожалуйста, после колледжа вы рассчитываете на такую зарплату? Да, конечно. В принципе, карьерный рост можно даже и больше получать при желании. Это зарплаты обычного рабочего в цехах или помощник кондитеров или что-то еще. Это обычные работы. Охота за выпускниками – это не только заманчивое объявление. Работодатели сами приходят к ребятам. Вот сегодня в колледж приехала и лидер индустрии общественного питания Карачаева Черкесии, генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Пицца-Хат» Фатима Исламова. Если кто-то из выпускников мечтает стать не просто волшебником вкусной еды, а владельцем бизнеса, как Фатима Исламова, то в этом колледже научили, как добиваться цели. Скажите, пожалуйста, насколько это реально простому выпускнику, потому что здесь учатся не дети олигархов, а открыть какое-нибудь свое маленькое заведение и зарабатывать на этом деньги. Ну, я думаю, если есть цель, то это возможно, потому что можно начать с чего-то низшего и добиться цели. А чего именно низшего? Можно на дому делать торты или какие-нибудь кондитерские изделия. И это начало большого бизнес-пути будет? Да. В Карачаево-Черкесии уже пришло осознание, что рабочая профессия позволит достойно жить. И осознали это и родители, и дети. Родители видят, что наши выпускники фактически трудоустраиваются, даже по некоторым специальностям, по технологии общественного питания, по поварокондитерам, они вообще на расхват. Почему? Потому что и конкурс на прием по этим специальностям у нас немалый. Как в МГИМО? Нет. Нет. Но у нас есть отбор. Сейчас в этом колледже на каждые два места претендует три абитуриента. Поэтому колледж не умаляет молодежь учиться, а отбирать самых лучших, которых не надо умалять достойно жить. Руслан Куркмазов, Рашид Токов. Вести Карачаева. Черкесия. Предлагаю объявить всех выпускников кулинарного колледжа героями нашего времени. Они не витают в облаках, не мечтают о небесных кренделях. Они руками создают шедевры. Вкусные шедевры. Переносимся вновь в колледж индустрии питания. Ранее Руслан Куркмазов увидел, как ребята пекут блины для богатых. Кулинарные олимпийцы готовы к параду десертов. И вот шедевр от Екатерины Савоскиной. Это шоколадный трайфл. Идет карамель, апельсиновый сок, апельсиновые кусочки, яблоко, груши закарамизированные. Сколько такое блюдо могло бы стоить? От 350. Заур Тимир Булатов преподнес чизкейк. Но его он так украсил, что это стало достижением кулинарного искусства. Ореховый. А, ореховый шарик. Это голубика? Нет, это черника. А, черника. Это апельсина? Филе. Мята. А вот этот красный? Красный это соус. Это блесничный соус. Ваше блюдо сколько стоило бы в ресторане Кисловодска? Ну, рублей 500. Минимум? Да. За меньше не продали бы? Не знаю. Максим Курочкин считает, что десерты должны быть не только вкусными, но и иметь интересные названия, чтобы ценник был выше. Это что такое? Кнели, яблочные кнели. То есть кусочки яблок залитые белым шоколадным муссом, также карамельное яблоко и соус мягкая карамель. Если бы это называлось бы яблоко в белом шоколаде, его меньше заказывали бы? Ну, конечно же, не яблоко в белом шоколаде. Мы бы назвали его каком-нибудь, не знаю, жемчужный глаз, к примеру. Что бы заказали? Да, и заинтриговать названием. Алина Узденова из песочного теста испекла не просто корзиночку, а наполнила десерт разнообразием вкусов. Теперь вы мне объясните. Вот в Зеленчуке, да, у простой домохозяйки может быть столько ингредиентов, чтобы такую красоту сделать? Смотря кем она работает. Ну. Какую прибыль получает. А, да? Если у нее муж с хорошей зарплатой. То есть, подождите, такая песочная корзинка может быть только у женщины, у которой муж с хорошей зарплатой? Может быть. И вот самое дорогое блюдо – блинчики от Амина Тикеева. Всего лишь по 600 рублей. Амина, скажите, пожалуйста, как вы умудрились из простых блинчиков сделать вот такой вот шедевр? Это арабские блины с фруктами. Какие блины? Арабские. У арабов тоже блины есть? Арабский десерт. Там внутри яблоко и творожный крем. А вот это стекло – это что такое? Это из амальти. Объясните нам, деревенским, что это такое? Можно ли его кушать? Можно это съедобный продукт. Короче, можно готовиться к масленице вот такими вот вещами. Республиканский кулинарный конкурс повышает не только мастерство студентов, но и их самооценку. И таким мастерам уже никто не будет предлагать маленькую зарплату. И дорогие десерты откроют дорогу в мир звезд. Звезд Мишлена. Руслан Куркмазов, Али Бостанов. Десертные вести. Крачаева, Черкесия. Таким мы сделали это полезное и вкусное утро. До новых волнующих встреч на телеканале «Россия-1». Приятной вам субботы. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова